Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Тарамобил на Янаульской 1А Начало игры особого драматизма не предвещало. Удаление в составе гостей позволило Таросу открыть счет. На восьмой минуте Станислав Голованов с передачи Глеба Кузьмина поразил ворота торпеда. Новости каменогорцы сравняли цифры на табло за четыре минуты до конца периода. Максим Капитуров с пятака протолкнул шайбу между щитков галкипера. Гости старались действовать жестко, оставаться в рамках правил получалось редко. У Станислав Горцы дарили Таросу преимущество в одного игрока. Второе большинство также реализовал Голованов, оформив дубль. В ассистентах Руслан Петрищев. К середине встречи настал черед нефтекамцев сыграть в усеченном составе. Гости свой шанс не упустили. Закрепившись в зоне, принялись искать удобный момент. Успеха добился Кирилл Полосов. К слову, бывший одноклубник, хозяев площадки. Огорчение длилось недолго. Спустя три минуты Илья Бачков в своем фирменном стиле мощно выстрелил практически от синей лени и вывел Тарос вперед. 3-2. Сработало очередное большинство нефтекамцев. Следом, но уже в равных составах, закрепил успех Максим Рогов. Также броском от синей лени он попал точно в цель. Торпеды меняет вратаря. А потом началось. За полторы минуты до конца второго отрезка было семь удалений в составах обеих команд. Сначала в штрафной бокс отправился Бачков, а за ним и Артем Чернов. Но сыграть в пятером против троих торпеды было не суждено. Они также потеряли одного бойца. Соперники продолжили выяснять отношения и получили обоюдное удаление за грубость. На скамейке штрафников становилось тесновато. Наконец, игра продолжилась, но длилось это недолго. Николай Глухов слишком жестко действовал против Владимира Бабулева. В результате 47-му номеру Тароса потребовалась помощь медиков. За него тут же вступился Руслан Петрищев. Несложно догадаться, что и он, и Глухов присоединились к своим товарищам. Причем последний заработал пятиминутный штраф и удаление до конца матча. Игра продолжилась в формате 3 на 3, чем стала напоминать овертайм. И не откладывая дело в долгий ящик, Максим Рогов забросил пятую шайбу ворота торпеда после эффектного выхода 1 в 0. В начале третьего периода вновь последовал свисток арбитра, и Станислав Голованов получил две минуты, став пятым игроком Тароса, отбывающим наказание. Свободные места закончились, зато на льду его было хоть отбавляй. Похоже, что торпеда в такой ситуации чувствовала себя комфортнее. Соперник начал сокращать отставание в счете. Илья Антоновский в третий раз поразил ворота Ивана Федотова. А за две минуты до третьей сирены стало и вовсе тревожно. Александр Шин также в большинстве под ставлением клюшки забивает четвертый гол. К счастью, пятого не случилось, и эта напряженная игра закончилась победой Тароса. Нефтеканцы поднимаются на пятую строку турнирной таблицы и готовятся принимать еще одних гостей из Казахстана. Команду СРРК. Встреча назначена на 13 декабря.